Что такое дачная амнистия? Ответ. Садоводам разрешили по упрощенной системе оформить в собственность свои участки земли и строения. По просьбе граждан срок амнистии неоднократно переносился. Продлили ее и в прошлом году. Теперь землю и недвижимость в собственность можно оформить до 1 марта следующего года. Председатель Щелковского союза садоводов Анатолий Штоколов сообщил, что в нашем округе в подавляющем большинстве СНТ это уже сделано. Мы находимся на территории кооператива Садово-Некоммерческое товарищество Лужок. Вот этот кооператив, в котором оформлена вся недвижимость. Это и строение, и земля, он благоустроен. Это сделали люди своими руками. Они в период дачной амнистии, скажу так, подсуетились и сделали все, чтобы в период дачной амнистии еще год назад оформить всю недвижимость в собственность. И все-таки в нашем городском округе, отметил Анатолий Штоколов, не все садоводы поступили так же ответственно, как члены СНТ Лужок. Те, кто еще только собираются оформить в собственность свою землю и недвижимость, могут просто не успеть это сделать до 1 марта. Особенность текущего момента в том, что у нас предстоит оформить более 4,5 тысяч земельных участков и почти 8 тысяч объектов недвижимости. Это огромная сумма. Если их разбросать на 291 садоводческое товарищество и огородное нашего Щелковского городского округа, то в принципе немного, но есть объекты в очень большом количестве. Анатолий Штоколов привел пример. В садовом нековерческом товариществе Маврина предстоит оформить 112 участков. Довольно много, чтобы оставлять это на долгий срок. Поэтому мы рекомендуем организовать работу следующим образом. Мы и с БТИ, и с архитектурой договорились, что выезжает комплексно садовое товарищество, и председатель правления представляет сразу всех, кому надо оформить земельные участки или объекты недвижимости. Таким образом, за один выезд можно закрыть проблему целого садоводческого товарищества. Анатолий Штоколов рассказал, что к числу участков, которые подлежат оформлению, добавились и имеющие размеры меньше шести соток. Они теперь тоже подпадают под действие дачной амнистии. Важно понимать, что даже по упрощенной системе документы при проверке могут быть признаны неправильно оформленными. В выписку из Единого государственного реестра недвижимости, либо в свидетельство о регистрации, в технический план участка или дома, в документ о внесении пошлины может вкрасться ошибка или неточность. А это обернется отказом, что в свою очередь задержит оформление. Предпринять надо очень просто. Первое, обратиться ко мне, улица Краснознаменская, дом 4А. Мы проверим документы с юристами и подскажем, как сделать быстро и упрощенно. Товарищи председатели, прошу вас проникнуться особым вниманием к этой проблеме. Я еще раз подчеркиваю, и бухгалтер Андрей Алексеевич, и Сушина Ирина Владимировна, и архитектура готовы, и БТИ готовы оказать помощь во всех вопросах. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.